Чувашия В Министерстве иностранных дел России прошла презентация Чувашской республики. Познакомиться с одним из субъектов федерации, который находится совсем недалеко от столицы, пришли представители более 90 иностранных дипломатических миссий, компаний, работающих в нашей стране. Чувашия – интересный и перспективный партнер. Такой вывод сделали они после посещения выставки и предметного знакомства. Подробнее в нашем сюжете. Особняк Министерства иностранных дел на Спиридоновке для регионов России – своеобразное окно в Европу, Азию, Африку. Презентация Чувашии собрала большое количество представителей дипломатического корпуса из разных стран. И многие пришли не просто познакомиться, но и определить дальнейшее направление сотрудничества. Представляясь зарубежным коллегам Чувашию, министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал ее как один из наиболее динамичных регионов России. Республика энергично диверсифицирует экономику, открывает новые предприятия. Среди основных отраслей – химическая, электротехническая индустрия, машиностроение, металлообработка. Важное место занимает сельское хозяйство, легкая промышленность, производство транспортных средств и оборудование. Поступательно развивается социальная сфера, в первую очередь здравоохранение и внутренний туризм. Глава республики Михаил Агнатьев подчеркнул – Чувашия открыта для сотрудничества. Ваше внимание к вопросам межрегионального сотрудничества, высокая оценка роли субъектов страны в развитии интеграционных процессов в международном пространстве заслуживает отдельных слов благодарности. В настоящее время партнерами региона являются 92 страны, и это далеко не предел. Скорее всего, уже в ближайшее время список пополнится. Очень интересно. Уровень развития промышленности, науки, который у вас есть в вашей республике. Я не ожидал, что до такого уровня и уровень производства продуктов питания. Я поручил очень полезную информацию у вашего клуба представителя, поэтому я изучаю внимательно вместе с нашей бизнесменой. Особняк приемов вместил и выставку ведущих музеев Чувашия. Картины, аутентичные костюмы вызвали большой интерес и восхищение зрителей. Ознакомительная экспозиция была посвящена знаменитым землякам, предприятиям, организациям республики. Те из них, кто давно работает в Чувашии, поделились своим опытом. Чувашия является, на мой взгляд, оптимальным местом для реализации производственных мощностей в Российской Федерации, учитывая географическое расположение, инфраструктурные ресурсы, высокий уровень кадровой подготовки сотрудников, а также очень адекватное отношение администрации республики к потенциальным инвесторам. Всего презентацию посетили представители более 90 дипломатических миссий. По сравнению с аналогичным мероприятием 2008 года, их количество увеличилось в полтора раза. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Москва, Республика. 231 миллион рублей. Такова сумма общей задолженности арендаторов перед столичной администрацией по состоянию на апрель этого года. 3000 заключенных договоров и почти половина арендаторов. Проблемы с оплатой. Среди них чулочная трикотажная фабрика, производственное объединение имени Чапаева, корпорация «Энергетик». В столице работают специальные комиссии. Уже направлено 245 претензий. С начала года удалось уменьшить общую задолженность на 7 миллионов рублей. Эту работу держать на ежедневном личном контроле не должно быть ни одного арендатора-должника, по которому бы не велась своевременная претензионная исковая работа. Не должно быть ни одного арендатора-должника, с кем бы не проводилась своевременная работа судебными приставами. Особая ситуация сложилась в коммунальных технологиях. Предприятие накопило долги на сумму более 1 миллиарда рублей. Из них 850 миллионов за газ. Столичная администрация вынуждена принимать нелегкие для себя решения. И сегодня у нас сложное положение. Мы вынуждены подписывать договор о субсидарной ответственности по оплате за газ с межрегион газом по городу Чебоксары. Это значит, что мы должны будем из бюджета города оплачивать за коммунальные технологии, по долгам за газ. Сложнейшая ситуация. В большей степени от этой проблемы страдают у жителей города. Тепло, конечно, им в течение отопительного сезона никто не отключал. Но вот ремонт теплосетей выполнен из-за отсутствия средств всего на 20-30%. Руководители коммунальных технологий свой взгляд на причину появления такой долговой ямы. Тарифная служба в прошлом году подтверждала, что рост должен был быть 23,6, а далее 4,4. Это же очевидно. Мы обеспечиваем эксплуатацию и ремонт, получив экономически необоснованные тарифы. Бумеранг, о котором я говорил полтора года назад, он вернулся. Как бы то ни было, проблему необходимо срочно решать. Мы нужно принимать меры. Я прошу Георгия Ивановича и Юрия Александровича рассмотреть вопрос, который мы уже обсуждали, о продаже права аренды с коммунальными технологиями на имущественный комплекс. То есть вполне возможно, что все обязательства по обслуживанию теплосетей могут перейти от коммунальных технологий к другой организации. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Администрация главы Чувашской Республики отстояла свою позицию. В апелляционном суде города Владимир поставили точку в затянувшемся процессе, который инициировала интернет-издание «Правда ПФО». Иск администрации главы Чуваши и общества с ограниченной ответственностью «Правда ПФО» подала в арбитражный суд Чуваши в ноябре 2014 года. В сетевом издании потребовали признать не соответствующими действительности выражение бывшего пресс-секретаря главы региона Михаила Вансяцкого и выплатить компенсацию за репутационный вред. Данный комментарий был осуществлен в ходе пресс-конференции главы Чувашской Республики в августе 2014 года. Необходимо отметить, что пресс-секретарь, комментируя, что «Правда ПФО меня оболгала» основывался исключительно на состоявшихся судебных разбирательствах и вступившем в законную силу решения суда. Здесь бы я хотела отметить о том, что это было решение суда апелляционной инстанции. Одна из публикаций, распространенная в интернет-ресурсах «Правда ПФО» носила в себе недостоверные сведения. В ходе судебных заседаний был проведен детальный анализ с публикацией. Удовлетворить иск интернет-издания арбитражный суд Чуваши отказал в полном объеме. Апелляционную жалобу отклонили и в городе Владимир. Во всех судебных разбирательствах в суде первой инстанции, в апелляционной инстанции администрация главы Чувашской республики приводила доводы и аргументы о том, что права и, отмечу, законные интересы общества с ограниченной ответственностью «Правда ПФО» не были нарушены. Администрация главы Чувашской республики, которая является органом государственной власти Чуваши, несвойственно выступать инициатором в судебных разбирательствах. Тем более вступать в судебные прения со средствами массовой информации. Мы всегда еще раз подчеркну за свободу слова. Но в данном конкретном разбирательстве администрация главы выступала со стороны ответчика и доказывала и доказала свои законные интересы. Чуваши отмечают день рождения своего великого просветителя Ивана Яковлева. Торжества по случаю памятной даты и дня чувашского языка прошли сегодня у памятника Патриарха Чувашского народа рядом с Национальной библиотекой. Символично, что в этот же день, 8 лет назад, прозвучали первые позывные Национального радио. Родной язык – это богатство и культурное наследие народа. На чувашском языке говорят свыше миллионы людей по всему свету. Разработав чувашский алфавит, Иван Яковлев, по сути, создал фундамент для развития целого народа. Вместе с письменностью мы получили возможность сохранить и приумножить нематериальное культурное наследие. А духовное завещание Патриарха по сей день остается одной из заповедей. Всегда нужно помнить основные положения, которых написал Иван Яковлевич Яковлев в своем завещании. И вот это вот, если мы будем выполнять, притворять в жизнь, тогда у нас есть будущее. Вчера прошел все-чувашский диктант. В этом году организаторы подготовили рассказ «Асла Ача» – чувашского этнопедагога Геннадия Волкова. Текст диктовали учителя 50-й и 60-й столичных школ. Описали диктант в аудиториях педуниверситета. Диктант можно было писать и онлайн. Он транслировался в эфире Национального радио. Итоги диктанта подведут в середине мая. Сегодня, в День чувашского языка, наши коллеги по цеху принимают поздравления от радиослушателей, партнеров, учредителей и тех, кто стоял у истоков создания радиостанции. На сегодняшний день мы можем гордиться тем, что Национальное радио Чувашень – единственная в республике радиостанции общего формата, производящая все виды радиопродукции. Это и информационные, общественно-политические, музыкальные, литературно-драматические, научно-познавательные, детские и развлекательные программы. В эфир ежемесячно выходят около 60 оригинальных передач. Половина из них в прямом эфире. Вещание на Национальном радио ведется круглосуточно. 75% программ на родном языке. В течение всего дня в эфире Национального радио Чуваши звучали поздравления от слушателей, а ведущие в прямой трансляции общались с гостями студии и вместе вспоминали первые дни вещания, смешные случаи и говорили о планах на будущее. Татьяна Молокова, Республика. Все как у взрослых. В столице Чуваши состоялись финальные матчи школьной хоккейной лиги. В этом году в стартовом сезоне приняли участие около 350 спортсменов-непрофессионалов из 24 образовательных учреждений. Шанс показать свои силы в финале школьной лиги выпал только четырем командам. За третье место клюшки скрестили команды школа номер 2 «Тигр» и школа номер 62 «Буран». Первая шайба влетела в ворота «Бурана» уже на третьей минуте. Ответный гол команда смогла забить не сразу. Болельщикам пришлось сильно понервничать. За 15 секунд до окончания первого периода «Тигр» забили второй гол. Эмоции просто зашкаливали. Во втором и третьем периоде страсти накалились до предела. «Тигр» вырвались вперед. Игра закончилась с разгромным счетом 7-4. Вот эта медаль – самый лучший подарок на мой день рождения. У нас команда слаженная, дружная. Все помогают друг другу, все пасуются. И никто ни на кого не кричит. Все понимают друг друга с одного слова. Кто будет первым и станет обладателем кубка, выясняли ледовые дружины чебоксарских школ номер 50 и номер 35. В итоге ястребы из 35-й школы сумели доказать свое превосходство. Игра закончилась со счетом 2-1. Финальный матч был небогат на голы, но зато порадовал болельщиков множеством красивых моментов. С каждым годом хоккей становится все популярнее среди чебоксарских школьников. И городская администрация старается этот интерес поддержать. Мы планируем, что в следующем сезоне у нас будет принимать участие 32 команды. Регулярный чемпионат будет продолжаться с середины декабря и по практически конец апреля. Мы будем поддерживать и команду республики. Конечно же, это благое дело, это очень необходимое дело, чтобы наши дети выросли в первую очередь здоровыми, крепкими и настоящими мужчинами. Таким образом, у ребят республики появляется прекрасная возможность стать хорошими хоккеистами. Со временем они принесут пользу родной республике, а возможно и стране. Наши новости и программы можно посмотреть на сайте НТРК21.ру, а также в соцсетях. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Милые дамы, Сержинетти представляет новую, стильную, модную коллекцию. Ваш яркий, неповторимый образ начинается в Сержинетти.